Всем привет, девочки мои! Решила на улице начать видео. Потому что я сейчас иду на стрижку. Вообще, как получилось? Я сегодня утром встала и что-то вспомнила, что у меня на днях день рождения. Думаю, а что я сижу? Несколько дней осталось. Ну, я хоть там отмечать как-то и не собираюсь, в общем-то. Ну, думаю, хотя бы я могу сделать приятное себе. Мне нужно привести себя в порядок. Я вообще сегодня хотела покрасить голову. Не мыла специально вчера. Думаю, утром встану, покрашу. Потом думаю, нет, сначала я позвоню в салон. Узнаю, на когда меня запишут на стрижку. Потом определюсь с покраской. Покрасить-то я могу всегда, я же сама себя крашу. О, какая погода классная. Тепло, солнышко. Вот, позвонила. Они мне говорят, сегодня. А туда я хожу, голову предварительно не мою, потому что, ну, там они сами моют по-своему. Это в стоимость включено. Поэтому думаю, думаю, а что сейчас красить? Пусть уже срежут лишние волосы. Потом легче будет краситься уже подстриженной. Покрашусь уже потом, может быть, завтра. Вот, ну, тут же еще на бровки записалась. Покрасить бровки, реснички на завтра, на утро. И уже записалась на педикюр. Но педикюр позже будет. В общем, туда уже. В день рождения, на утро. Но раньше не было. Ну, ничего, она раненько приходит. В общем, сделаем все. Наведем всю необходимую красоту. Сегодня соседка моя тоже говорит, и меня запиши. Я говорю, давай записывайся. Вот она сегодня, раньше меня туда попала. Но я еще не видела ее стрижку. Но я думаю, нормально будет. Потому что она где стригла в свое время, в последнее время. В общем, дешево, но ужасно. Надеюсь, подстригут ее получше. Вот, вышла чуть-чуть пораньше. Хочу прогуляться. Сейчас я дорогу перейду. И раз уж нету ветра сильного, вроде бы нету, пройдусь пешочком две остановочки. Надо размяться, прогуляться. Погода вроде бы нормальна для этого. Очень даже подходит. Хочу вам показать, какое яркое солнышко светит. Небо абсолютно чистое. Вот. Ну, я сейчас иду по над дорогой. Вообще, ветер дует мне в спину. Но вроде бы он не сильный. Я думаю, что меня будет слышно. Сейчас я от дороги отойду немножко как-то. Чуть-чуть. Чтобы было лучше слышно. И все. Ну, то, что в спину дует, это хорошо. То, что не в лицо. Это было бы не очень комфортно. Вот так вот. Погодка налаживается. Уже теплее и теплее с каждым днем. И ночью уже минус сменится на плюс. Будет хорошо. Ну вот. Здесь потише будет. И солнце в глазах не светит. Спросите меня, почему день рождения отмечать не хочу. Девочки, ну, 58 лет. Это не юбилей, во-первых. Во-вторых, уже в таком возрасте, знаете, прибавление годочков, это уже не праздник. Это уже не радость. Поэтому было бы лучше вообще не заметить этот день рождения. Вот. Ну, и потом, как бы, знаете, с финансами сейчас тяжеловато. Поэтому где-то в кафе отмечать, естественно, ну, не буду, не получится. Ну, дома у меня места мало. В общем, ну, я думаю, что с дочкой, с сыном. Я думаю, мы встретимся. Там забегут, поздравят. И все. Да и подарки мне не нужны. Что мне надо? Да, цветочки подарят. И я рада цветочкам. И все. Вот, меня радует сейчас то, что погода налаживается. Все-таки я очень сильно завишу от погоды. Если на улице нет солнца, пасмурно, то и как-то я вот какая-то такая, знаете, не солнечная. Вот. А сейчас, видите, солнышко светит, тепло, ветра нет, погода прекрасная. Так и хочется выйти на улицу. Вот. Тем более, у меня есть повод, куда я иду, привести себя в порядочек, чтобы нравиться самой себе. Вот. Так что я сейчас, кстати говоря, очень за вами скучаю. По вам скучаю, кто-то может сказать. Реже я стала видео снимать, потому что на самом деле, ну, я не знаю, у меня нету сейчас чего-то такого, знаете, вот что было раньше. Аллю-лю, там. Как-то так. Все немножко по-другому. Тем более. Так, сейчас пройдем. Вот. Да там стояли какие-то мужики, чем-то там громко, очень ржали. Я прошла. На чем остановилась. Уже вылетела из головы. И, в общем, в общем, что хочу сказать. По вам скучаю. Уже так часто не снимаю видео, потому что у меня, вы знаете, в растерянности в какой-то, ну, какая-то, вот знаете, когда какая-то неопределенность, я не знаю, закроют YouTube, не закроют, куда я буду выкладывать это видео, если закроют. А какой формат тогда? Мне нравится снимать, вот как я влог снимаю, все подряд, да? Ну, вот куда иду, что говорю там, что делаю, готовлю, магазин, не магазин, там на стрижку и так далее. Как бы мне этот формат нравится, как влог. Просто обычная жизнь. А если это будет, допустим, какая-то другая платформа, а куда выкладывать, и в каком формате там подойдет видео, чтобы оно было просматриваемым. еще не знаю, какая-то, знаете, еще не определилась. Вы мне, конечно, пишите, я читаю ваши комментарии, в Телеграм, ВКонтакте, Яндекс.Зен. У меня есть вопросы, прежде чем вообще там зарегистрироваться. Ну, я уже, по-моему, вам сказала в прошлом видео, да? Яндекс.Зен там надо как-то найти, каким образом автоматически скачиваются туда все видео. Ну, и по другим подпорам. У меня, короче, есть вопросы. В ВКонтакте я давно зарегистрирована, сто лет назад. Туда уже не заходила, не знаю, несколько лет. при том, что я там зарегистрирована под своим именем, фамилией, а не как мама Чоли. А мне бы хотелось уже как мама Чоли и уже выкладывать туда, допустим, видео для вас. В общем, много неопределенностей. Я думаю, что, может быть, мы с дочкой когда встретимся, тогда поговорим, и, может быть, она мне разъяснит какие-то мне непонятные вещи. Ну, какие-то... Я жду просто, пока она сама уже разъяснится, сама поймет, что к чему, да как. И потом она мне просто подскажет. Потому что, честно говоря, намного разных платформ. Я даже не знаю, нужно, не нужно ли мне это. В общем, короче говоря, надо с дочкой созвониться, договориться, время найти, чтобы встретиться. Да. Ну, я пока вот, я пока чего-то жду, жду чего-то. Я вот на этой неделе думаю, что уже мне как-то более-менее что-то станет ясным. По крайней мере, у меня есть такое чутье, такое вот нечувствие. Так, ну, все, мне еще недалеко осталось, уже меньше половины остановочки пройтись. и очень хорошо, что я прошлась. Ждала, конечно, я свою соседушку, думала, посмотрю на ее стрижечку. Ну, видимо, она куда-то после стрижки зашла, там, может, магазин какой, или где. Ну, ничего, вижу вечером, хочется посмотреть ее с моей стрижкой, а то у нее все время что-то такое не очень было на голове. Ветер подул. Солнышко светит, я радуюсь. Ну, что у меня перед стрижкой, вы помните, я показывать не буду. Кстати говоря, сейчас настолько тепло, что можно и без шапки, но я что-то стала какая-то боязливая, боюсь, что уши надует, при том, что ветер. Вот не было бы ветра, точно можно было бы без шапки идти. Вот, не стала показывать вам, потому что надо и голову уже и помыть, и покрасить. В общем, не хочу, не хочу, сейчас я вам показываю. Приведу в порядок. Хотя бы подстригусь, сейчас голову помоют, уложат все, будет уже более-менее нормально все это выглядеть. Вот. Ну что, я вроде подхожу уже. Все, уже я рядышком. Видите, тот фикс-прайс, который через дорогу, я заходила туда в прошлый раз после стрижки. Так. Ну, сегодня я туда не пойду. Пока что я не хочу фикс-прайс. Каша, у меня овсяная, еще есть, еще не доела я ее. Покажу вам, что вокруг меня. Почечки уже набухают. войдите. Так, а тут у нас фрукты, овощи, цветочки. Вот бабушка продает. Ну, мне цветочки сейчас не нужны пока. Так, ну все, я уже пришла, захожу, но потом увидим, что там мне сваяет. Девочки, подстриглась я сегодня чуть-чуть покороче, потому что уже жарко становится и мне захотелось что-то вот здесь вот лишнее поубирать с боков и мне вот так вот нравилось. Я увидела как-то в одном своем старом-старом видео у меня была вот так вот стрижечка. Вот, сейчас я хочу посмотреть, как оно выглядит у меня там сзади. Я еще вот покрашу как раз и потом положу еще по-другому и в общем будет классненько. Вот, здесь тоже теперь будет дышать. Ой, как хорошо, я вот это вот решила приподнять шапочку тут вот и все. Так что теперь класс, класс, все. Мне нравится, я так хотела специально покороче. Сейчас уже скоро шапки поснимаем, пускай голова дышит. Все, вот так вот. Потом отрастет еще. Я вот это вот хотела тоже здесь немножко приподнять. Все, девчонки, все, погнала я домой. Все, девочки, я вышла и решила шапку сейчас не надевать. На улице правда тепло, хорошо. Но если подует прям холодный-холодный ветер, капюшон накинут. Я сейчас на остановку проеду две остановки и буду уже дома. Все, на сегодня все. Завтра с утра уже записалась я на бровки. Доброе утро, девочки мои. Сегодня опять классная погода. Небо чистое, безоблачное совершенно. Есть небольшой ветерочек, но уже плюс 8 градусов и это радует. Классно. Девочки, ну а я сегодня пораньше с утра проснулась, уже покрасила волосы. все, уложила по-своему. Ну, то, что немножко коротковато может вам показаться, я специально попросила, чтобы она немножко мне сняла отсюда. У меня очень быстро растут волосы. Вот через неделю будет уже то, что надо. Сейчас немножко это, но чтобы вот это все дышало и я попросила, чтобы она вот это здесь приподняла, вот эту вот всю шапочку, а здесь немножко убрала, потому что мне вот это вот уже не нравится и не хочу. Вот, так что все со стрижкой, все прекрасно, все нормально, а сейчас я уже собралась и иду на бровки, реснички, хочу покрасить, вот, перед своим днем рождения. Погода радует. Что еще из новостей? А, сегодня ночью мне пришло письмо, что мое видео прошло модерацию, девочки, ровно неделю на Рутюбе. Вот это вот фильм «Мои армянские корни», я вам уже говорила, оно не могло пройти модерацию, я уже думала, не пройдет. И к моей большой неожиданности прошло, так что если кто на Рутюбе, можете посмотреть еще раз это видео, а кто не видел вообще рекомендую посмотреть, ну, там где я молодая, красивая, сколько мне там было? 32 года. Я совсем по-другому выглядела. Вот, так что удачи вам в просмотре, кто не видел. Ну и все, я сейчас, девочки, уже выбегаю, уже мне пора, сейчас не знаю, может быть я пешком пробегусь опять, пройдусь, на улице погода хорошая, я выйду сейчас на проспект и увижу, куда дует ветер, дует, если он сильный в лицо, то я тогда проедусь, а если там все нормально, пройдусь опять пешочком, как вчера, прогуляюсь по воздуху. И бровки и реснички. Вот я красила ровно полтора месяца назад. И сейчас я дню рождения решила тоже вот это вот немножечко освежить. Кому-то там написали мне, что не очень нравится, вот брови яркие, неяркие, ну, во-первых, они-то быстро смываются, и когда только накрасишь, понятное дело, что они яркие. Раз-два там умылось и уже и уже все нормально. Так что не переживайте. Главное, чтобы нравилось мне, главное, чтобы мне настроение это все подняло, как-то вот. Еще вчера по телефону я болтала с дочкой. Ну, по дороге вам расскажу, времени нету, я вообще бегу, выскакиваю уже. Ой, девочки, на улице так классно. Вот здесь вот за домом, где совершенно нет ветра, можно спокойно без шапки идти. Но я подстраховалась и шапочку надела, потому что на проспекте обычно у нас там дует сильный ветер, и я не хочу заболеть и не хочу, чтобы ушки мне надуло. Вот, так что береженого Бог бережет. Ой, классно. Вот все-таки солнышко и хорошее настроение. Как легко мне поднять настроение, можно сказать. Вот, да что я хотела сказать. Да, с дочкой вчера мы пообщались по телефону. Вот, ну, я сказала, какие у меня, собственно, трудности, что мне мешает снимать спокойно видео, вот эта неопределенность, на какой платформе и как там зарегистрироваться лучше. ну, там есть у меня какие-то нюансы, я же в компьютере все-таки, знаете, не ас, много чего не понимаю, не знаю, как сделать. В общем, мы с ней договорились встретиться, мы с ней договорились встретиться, ну, вот буквально на днях, ближе к нему рождения, не буду говорить, когда, то, чтобы там что-нибудь не помешало. О дне рождения поговорили, я и сказала, мне бы хотелось на день рождения, чтобы мы встретились, хочу видеть сына и дочку, ну, понятное дело, с детьми, там, с семьей, а так, в принципе, в целом, день рождения и отмечать как-то, и особо не хочу зазывать гостей, там, застолье, вот это все не хочу, просто хочу встретиться, поужинать, поболтать о своем, о своем, о семейном, даже снимать не буду. Так, ненадолго поужинать, там, чаю попить с тортиком и все, очень скромненько, или вообще не отмечать, ну, детей хочу увидеть, понятное дело, я мать, мои дети, все, я их хочу увидеть. Переходим через дорогу, но здесь вроде бы как ветра и нет особо, не чувствую я, чтоб сильно дуло, ой, классно как, даже в куртке уже жарковато становится, ну, рано еще раздеваться, уже в апреле можно будет, еще чуть-чуть осталось, за конца марта, еще неделька, и все, снять шапку, что ли, ветра вроде как не наблюдается, ну, ладно, мне в шапке не жарко, я вот чуть-чуть подрастегнулась, марс, все, решила пешочком пройтись, иду пешочком, чуть-чуть, отошла от дороги, уже подрастегнулась, потому что прямо даже как-то жарковато, чуть-чуть, а чуть-чуть ветерок прохладный дует, ой, ой, птички, птички поют, да, мои шалапочки, ой, люблю, когда птички поют, вот, так что я, я дочке сказала, день рождения, в общем, так, отмечать не буду, зазывать гостей, там родственников, никого не буду, просто хочу с сыном, с дочкой увидеться, пообщаться, и все, я говорю, не надо мне никаких подарков, не надо тратиться, сейчас время трудное, нафиг подарки не нужны, у меня все есть, я говорю, цветочки подарить ей хватит, так что, чтобы там не писали дочке, что ты там подарила, туда-сюда, я сказала, мне ничего дарить не надо, все, категорически, нужно, у всех кризис, знаете, у каждого кризис, так что, сейчас самое главное, моральная поддержка, с родственниками встретиться, даже не с родственниками, с детьми, с родителями, встретиться, пообщаться по душам, там, и все, вот, прекрасный повод у нас встретиться, и поужинать вместе, такой, семейный ужин, вот, так что, я очень рада, ой, так что, девочки, ой, иду кайфую, кайфую, от того, что сейчас все-таки уже, весна, действительно, уже настоящая, сейчас уже, идет, у нас сегодня днем, плюс 11, будет, но сейчас, пока что, еще, плюс 8, но, ветерок, там, 4-6 метров в секунду, порывы до 14, но, это нормально, нет, о, вытягиваются уже, не знаю, эту шкиль, что это, уже вот такие вот, вытянулись прям, классно, надо вам, показать что-нибудь, но, я иду сейчас по тенечку, я иду немножко, в сторонке от дороги, там, все-таки шумно, машин ездить, ну, вот, уже покажу сейчас, вот, видите, уже какие тюльпанчики, вытянулись, смотрите, какие, и вот, я уже жду, когда уже все зазеленеет, тюльпанчики повылазят, вообще будет красота, красота будет неописуемая, ну, а так как местами у нас, ночью еще минусовая, даже хотя бы минус один, видите, вот, лед в теневой стороне, лужа замерзшая, лед, ну, а так в основном везде уже все растаяло, и уже везде классно, о, что я вам еще хотела рассказать, я же вчера вышла с салона, перешла через дорогу, и на остановке стала, жду автобус, а там светофор, и смотрю, бабуля топает, такая сгорбленная бабулечка старенькая, топает на красный свет, а женщина там рядом подошла и говорит, бабушка, куда вы идете на красный свет, вы не можете, что ли, дождаться зеленого, она, а, отмахнулась, и вот она переходит дорогу, подошла ко мне, рядом встала, я же ей давай тоже говорить, бабушка, разве можно так, вот вы что идете на красный свет, вы куда-то спешите, вы же никуда не спешите, он обязан меня пропустить, он обязан остановиться, там за пять метров, она мне начала рассказывать, что обязан водитель, в таком случае сделать, я говорю, у нас столько здесь людей погибает, вы, что, говорю, почему вы думаете о том, что водитель что-то вам обязан, он может просто вас не заметить, и все, он может просто не ехать, вот, на свой зеленый, вас не заметить, и все, вы, что, куда, говорю, торопитесь, меня это так возмутило, она, вы не знаете, вы не понимаете, он обязан, я говорю, вы знаете, я сама водитель, и я вам просто как водитель говорю, что просто вас могут не заметить, и все элементарно, и собьют вас, вам это надо, ой, и вот, в общем, ну, она уже замолчала, и нечего было возразить, но я просто стою и думаю, ну, теперь понятно, почему у нас вот, сбивают тут пешеходов, если вот кто-то тоже так рассуждает, что он обязан нас уступить, ему, понятное дело, не хочется воздавить, но аварии происходят из-за того, что невнимательность с обеих сторон, ну, ладно, невнимательность, водитель там не увидел, пассажир, не пассажир, а пешеход, задумался еще бывает там, а когда просто бабуля идет, испытывает свою судьбу, думая о том, что он обязан остановиться, это верх вообще глупости, просто непостижимо, так что, будьте бдительны, берегите девочки, свое здоровье, свою жизнь, и не надейтесь на кого-то, ваша жизнь в ваших руках, это я имею в виду, что касается пешеходов и водителей вообще, правила дорожного движения нужно соблюдать, вот так, все, я остановочку уже прошла, и уже осталась мне недалеко, решила тут по солнышку пройтись, потому что в тени все-таки прохладно, на солнышке прям жарко, прям класс, ой, хорошо, вот, в общем, еще что хочу сказать, ну, в общем, с дочкой вчера пообщались, поболтали, обсудили то, обсудили это, какие-то вопросы мне уже прояснились, и мне стало легче, скажу я вам, а то я была в какой-то растерянности, честно говоря, я не знала, что снимать, какой контент, куда я буду его выкладывать, при том, что на Рутюбе я перестала, ну, практически загружать видео, потому что, ну, думаю, если вот то видео там у меня зависло, и оно висело уже там почти неделю, и я думаю, ну, подожду и посмотрю, если оно пройдет, это другой вообще вопрос, а если не пройдет, а смысл мне тогда вообще что-то туда загружать, если будет мое каждое видео неделю на модерации находиться, зачем мне это нужно, вот, ну, по крайней мере, я поняла, что можно потихоньку что-нибудь туда кидать, пока, ну, с учетом того, что будет модерироваться там это все очень долго, я просто раз уже раскрыла, открыла канал, ну, я думаю, пока еще его подержу, пока у меня не откроются альтернативные каналы, вот так, все, все, девочки мои хорошие, я уже приближаюсь к салончику своему, пойду черные-причерные брови делать, чтобы мне написали комментарии, ой, какие нарисованные брови, кто-то мне написал в прошлый раз, я не люблю такие нарисованные черные брови, да, е-мое, их покрасили временно, это же смоется, ну, понятное дело, что сначала они выглядят ярко, а потом все это очень быстренько смывается, уже, я даже у мастера спросила, говорю, насколько это, она говорит, ну, недельки три, думаю, да, это максимум, так что, долго это не продержится, ну, так как я не люблю ресницы еще красить, поэтому я заодно бровки и реснички решила бы открасить, уж делать так делать все, пошла, ну, вот и все, девочки мои, где бы вам показать меня, вот так, наверное, лучше, да, ох, какая яркая, симпатичная женщина, я, конечно, шучу, но это хорошо, что я уже начала шутить, это уже неплохо, это говорит о том, что настроение приподнимается, я рада, я рада за меня, вот, все, видите, вот сейчас я вышла, шапку не стала надевать, потому что, сейчас еще теплее стало, вот, так что, классно, классно, я прям рада, рада, кто-то пишет, что это ярко, там, туда-сюда, это же быстро смывается, девочки, пару раз умоюсь, и уже будет не ярко, поэтому, надо поирчить немножко, пока погода такая, классно, все, иду через дорогу, сажусь сейчас, прокачусь, две остановочки, потом еще надо будет, занырнуть в магазинчик, купить, купить, какие-то продукты, домой, и домой, ну, вот и все, девочки мои, я дома, такая стала яркая женщина, ну, ничего страшного, не пугайтесь, пару раз я умоюсь, и все будет как надо, как раз послезавтра, буду выглядеть, уже отлично, все, зашла в магазин, прикупила там немножко овощей, фруктов, молочку, показывать не буду, ничего особенного, сахара нету еще до сих пор, но он мне и не нужен, и на этом я хочу с вами попрощаться, чтобы быстрее смонтировать это видео, и чтобы быстрее вы его увидели, все мои хорошие, пишите комментарии, в общем, пока новости, пока новости, пока новостей никаких других нету, как будут новости, я сразу вам сообщу, но я думаю, что завтра я начну уже, снимать следующее видео, как я буду готовить там, что-то готовится, в общем, к нашему, так сказать, скромному дню рождения, ну, а на этом я с вами прощаюсь, всем пока-пока, спасибо, пока-пока, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok